Я, извините, специально кропку, потому что я хочу очень важную вещь сказать сейчас. Вам, может быть, еще никто этого не говорил, а я вам по секрету расскажу. Да, так вот, я вам хочу сказать. Здесь никто не говорил о работах и о стихах, то есть как бы вместе. Так вот, я хочу сказать, одна работа, которая со стихами, я считаю, гениальное стихотворение. Опять же, про-женское. Почему я сейчас взвал? Значит, слушайте, как она кратко, замечательно, блестяще пишет. Солнечное злато, величие солнечного злато в рассветах, в полднях, на закатах питает и животворит. Возносит и огнем горит, свершает грезы и карает, молитвенно преображает и щедро свет всему дарит. Похлопаем этому стихотворению. А почему я об этом акцентирую? Я лично вам по секрету скажу, по секрету. Я тихо говорю, по секрету. Я беседовал в солнце на Алтае. И вы знаете, оно очень послушное, оно выполнило мою просьбу. А просьба была простая. Я шел пять километров от озера Акем, где альпинистский лагерь. Пять километров примерно нужно было идти до истока, ну, до подножия Белухи. Да. И начался дождь. На половине дороги начался дождь. Но я, тем не менее, решил идти. Я подхожу к Белухе, стою уже на леднике, и ничего не видно. И тут мне мысль, как бы, откуда-то сверху идет. А ты поговори с солнцем. И я начал беседовать с солнцем, как с вами. Просьба была очень простая. У меня был альбом, был фотоаппарат. Я попросил осветить Белуху. Всего двадцать минут мне нужно. И что вы думаете? Буквально через несколько секунд, среди темно-мрачного неба, где шел беспрерывный дождь, образуется огромный круглый диск. Математически точный круг. Это как туннель к солнцу. И в этот туннель пробивается солнце, освещает все. Освещает Белуху, горы. Я быстренько фотографирую, рисую. У меня даже сохранились эти рисунки. Но, что меня поразило. Ровно через двадцать минут, как я и просил, сомкнулись тучи, и солнце прекратилось светить. И три дня был беспрерывный дождь. После этого я понял, что солнце – это сверхсущество. Это живое существо. Нам пока непонятное, неясное. Но это и разум солнечной системы. Это и воля солнечной системы. Это и любовь солнечной системы. И душа солнечной системы. Это все. Без солнца мы не можем существовать даже одной минуты. Поэтому к солнцу надо относиться с уважением. Вот это я к тому, что вот это стихотворение навело на эту мысль.